начиная готовиться к новому году уже сейчас самый лучший кредитной карты альфа банка вечное бесплатное обслуживание и кэшбэк в 1000 рублей по моей ссылочке в описании а еще вы получаете целый год без процентов пользуйтесь деньгами и не платить процентов ни рубля забирайте свою кредитную карту от альфа банка по ссылке в описании всем привет наши дорогие зрители подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян мы продолжаем путешествовать по турции смотреть новые бухты новые пляжи новые кафе рестораны и новые места ночевать в новых интересных местах как например вот это как-то в кемпинге познакомились с ребятами французами здесь они тоже стоят и это утро нужно начать явно с купалки мы стоим недалеко от финики вот этот город вот она насенька с мирончиком этом родион до укрепления гай и вот она море давайте пойдем купаться ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь погнали немножко с мирончиком зашел здесь смотрите водой не такая прозрачная в как вчера вы вообще небо и земля можно сказать здесь вот такая мутная видимо из-за песка либо из-за не знаю чего заходить тоже неудобно здесь такие своеобразные камни они все скользкие знаете водорослях причем я на самом деле нигде не встречал здесь водоросли на камнях но здесь они есть вода наверное уже градуса 23 было 25 но на самом деле солнце печет так что точно стоит окунуться поэтому ой как здесь мелко кстати вот мелко то ладно окунаемся с видом на финики ух ой красота здесь есть вода уже показывал поэтому можно смело будет ополоснуться средиземное море в отличие от черного моря но очень соленое и прям знаете когда высыхает рука остаются прям такие песчинки соли что можно вот так вот в суп куда-нибудь стряхнуть кайф а здесь уже песок стать но здесь до сих пор по пояс класс вот так вот начинаем утро в ноябре на минуточку кто-то говорит что турция холодная страна ага очень мы собрались и отправляемся дальше в путь сегодня в планах доехать до нового города который называется дерме он находится между финики и кашем надеюсь я правильно назвал этот город но перед этим нужно заскочить на почту снять еще один джат заскочил я на почту мне сказали что денег пока нету приходи в два часа после обеда будут мы решили не терять время отправиться дерьме и уже там на почте снимем и снова мы финики кстати но когда заехали финики мы такие типа пляжей вроде есть но они никак не оборудованы и мы такие думаем ну странно почему вообще так в итоге нам вот ребята с которыми встречались нашими зрителями обязательно посмотрите предыдущий видеоролик они нам рассказали что здесь был референдум проводился среди местных жителей и местные жители были против чтобы здесь сделали пляжную инфраструктуру и начали застраивать какими-то ресторанами лежаками там навесами и было принято решение оставить вот так вот так сказать дикие пляжи как есть прикиньте и здесь ничего не застраивается и вообще кстати я был удивлен что оказывается финики он часто закрывается от района и здесь мало русскоязычных мы выехали за финики и у нас дальше начинается серпантин я уверен что он очень будет красивый слева будет море справа горы вот пожалуйста финики прощай демре 27 километров до каши 74 ну каши мы увидим уже непосредственно в других видеороликах так что обязательно подпишитесь чтоб ничего не пропустить так что это фишечка какая-то бау смотрите какая красотища бухточки бухты и скалы варите какая красота да вот здесь останавливаешься идешь прыгать на скалу нырять смотровая прикольная вау вау цвет воды какой посмотрите какая красотища какой залив обалдеть есть пляж купаются ой цвет воды просто какая-то магия и вон там открытое море и собственно вот серпантин вдоль этого залива красота красота здесь эти галька смотрите у нас слева остров скальный остров там то ли крест то ли чё на нем расположен не могу понять вот она бухта уже только с другой стороны посмотрите вот эта дорога вот это я понимаю да прикиньте нам сейчас едем и откуда-то сверху полном на крышу камень маленький правда и это хорошо что маленький скалы и скалы еще здесь самое что красивое это вот эти мини пляжики которые находятся в скалах как-то видимо вода что ли их так сама сделала там галька и наичистейшая вода ребята просто невероятная смотрите у нас впереди какая красота у нас слева море справа озеро не знаю соленое но не соленое выглядит прикольно контраст цветов ближе подъехали и посмотрите пляжная линия вообще пустая ну вот мы и заезжаем в пригородь демрэм стоит такая стела и видимо районы до справа вот которые есть написаны смотрите какая здесь набережная прикольно детские площадки там был скейт-парк кафешек пока нету а ну вон ресторанчик почему мангальные пикниковые зоны море а вот реестик есть а место есть припарковаться ну сюда можем пойти на ся новый год не за горами это значит многие из вас решат обустроить свою квартиру обставить ее мебель и и купить какие-то декоры лампочки светильники и так далее и тому подобное ну и конечно же многие из вас захотят купить новую елку я знаю где это сделать ловите крутой магазин в магазине хофф вы сможете перебрестить любую мебель постельное белье декоры для интерьера по очень классным ценам а самое главное что в хофф все очень сильно если вы скучаете по ушедшим магазинам то переходите в хофф там вы найдете для себя все самое важное стильное комфортное и классная ссылочку оставляю в описании после первого заказа вы получите аж целых 600 бонусов ссылка там переходите в лучший магазин и заказывайте лучшие товары для себя у меня так сильно разболелся зуб здесь забежал в аптеку мне посоветовали такие вот таблетки типа их развести воде здесь стоит кулер она мне сразу предложила горит вот вода выпей оба надеюсь поможет не поверите но пока я бегал за таблетками чтобы обезболить зуб прихожу в машину только сажусь у меня стоял видос грузился для вас и я вижу что разбит экран прикиньте разбит все пиксели поплыли ничего не видно естественно у меня шок естественно все до прогулок по городу нет никакого дела и я не знаю на какое время мы остаемся без компа без работы я выпал в такой осадок что что конечно еще делать не хочется короче собственно на это можно завершить видеоролик но очень нравится просто делиться не просто положительными эмоциями еще и такими вот отрицательными вот и сами поделился что произошло надо в срочном порядке решать 500 долларов заряжают здесь за ремонт я просто знаю что делать естественно я думаю что в анталии это будет стоить подешевле ладно пока мы в демре зашли в очень большой ресторан даже не представляете насколько сложно мне сейчас снимать выпуск но я попробую ой эти ребята с нами везде темка он побежал никак не расстанемся бонжур бонжур здесь в общем древний город мира здесь на входе иконные центры собственно вот смотрите святого николая в этот день в день рождения святого николая правильно в день рождения или наоборот вот представляете как бы это место для меня вообще получается очень знакомо не знаю как сюда нас так занесло видимо и видимо горится случайности закрыто короче нам входе сразу чувак гривит нам нельзя но что сегодня за день такой издалека грит гляньте что сегодня за день реально блин сейчас просто буду реветь я уже устала себе реветь я тоже буду реветь какие дела давайте хоть так покажу вот пожалуйста вот так он выглядит мы попали сюда зашли нам удалось видимо да здесь еще ведь пришла туристическая группа с мигит видимо так чуть лоханулся вот ну естественно мы тоже быстро побежали игры давай давай нас пропускай и билетики 90 лир стоит детям детям вход бесплатный ну собственно пойдемте смотреть здесь есть гробницы это родина николая чудотворца короче важное место надеюсь меня сейчас здесь силами подбодрит потому что я на самом деле меня прям депресс ухами накрывает и такое бывает серьезно кстати большой театр посмотрите как здесь круто мы что получается добрались вот на закате вот эти вот исторические древние камни ликийский да это конечно прикольно вот это вот смотрите как все сделано не знаю это уже копия или это оригинал много масок короче за гидом надо прислониться и идти встретить но мне больше всего нравится то что люди когда-то вот так вот в скалах себе делали жилища я не знаю чем они все это дело пробивали разбивали но смотрится ого-го здесь вот наваленные камни их много вот вначале уже показал не знаю откуда они с какой части этих построек здесь видно сразу видно что реставрирует витер ржавый документал нужно взять вообще сначала пойти наверно в амфитеатр пройтись там он и стать есть такие везде указатель да подходишь и включаешь видимо цифра 3 и в тебе в наушниках рассказывают про это место можно стать вход в амфитеатр да масштабная история очень круто что здесь есть стенды и круто не не то что есть стенды а круто то что здесь есть на турецком на английском и даже на русском стенд где можно как раз ознакомиться с этой всей информацией пожалуйста поставьте на паузу и прочитайте и продолжаем путь вот дальше получается есть вход можно пойти наверх и собственно вот они все гробницы и начинается так не знаю пока туда зайти нельзя кстати вот и по что говорил если путешествуете и вам удобно слушать наушниках экскурсию вот пожалуйста обязательно возьмите прокат я думаю что это классная история но у нас это дело увы а ну вот кто-то заходит можно собственно пройти видимо так кстати с нарушением и пройти посмотреть что есть в самой гробнице вот это конечно вау собственно да здесь видите проход по сути запрещен ну по факту там особо ничего и нету то есть это не египетские гробницы но тем не менее до четвертый век это тоже гугу невероятно мы конечно видели подобные города но таких древних конечно конечно нет но и такого масштаба конечно тоже не видим никогда только здесь впервые гранат растет правда маленький очень очень удивлен как вот в этих в рамках сделаны углы под 90 градусов как они это делали чем это не делали сейчас резко так бросилась в глаза вот видите раз и два углы и здесь есть надпись а кстати на ликийском языке и на греческом по моему языке это вот более точно вот как раз на стенде написано который ранее прикрепил поэтому есть не прочитали вы обязательно прочитайте дальше были подниматься по лестнице уже ушагали вот мне интересно вот это вот части это уже восстановлены или это так было у мне просто кажется что прям это уже восстановленные лежат кирпичей можно кирпичами это назвать или нет а если это не восстановлены то конечно красавцы что есть вот так смотреть нет ни цемента ничего это просто такая кладка и все так держится вот плюс плюс еще один амфитеатр в наши копилки ну этот конечно гораздо масштабней мне кажется он даже гораздо стариннее так очень скользкие камни кстати и здесь мне кажется меньше восстановленных ступеней вот еще скалы там собственно видимо еще гробницы а здесь можно спуститься куда-то куда-то вниз а но это спуститься вниз чтобы например не здесь спускаться до спускаться собственно там снизу не здесь а снизу да прикольно но вот если в а спиндосе дают концерты проходят какие-то различные то здесь ничего не проходит здесь просто люди приходят сюда поглазеть здесь еще ходы но не как-то так видите завалены то есть сюда не пройти попробуем немножко поглазеть здесь стоят наварили ворота но на самом деле можно так пролезть конечно принципе хватит моих форм чтобы легко это сделать ну ладно попробуем пройти дальше здесь вот она вот видите здесь все это установишь какой классный металл кстати о ну вот но здесь как говорится кто здесь кричит здесь видите что-то строит реставрирует вот было табличка ходить нельзя можно очень сильно упасть если подняться еще выше то с этой стороны еще гробницы на самом верху флаг турции и остатки видимо крепость какая-то шла да круто интересно сколько там все это дело глубокая скалах очень масштабно прям вообще киста люди такие маленькие кажутся смотрите как бы за кулисе амфитеатра есть еще такие вот места где вот я еще говорил по языке вот видите какие надписи да очень клевое место точно прям вот сто процентов стоит посетить вот на этом стенде написано ведь мир это место где святой николаю совершенствовал свое имя и православился а также завершил свою мы вчера уже в полной темноте вот так припарковались рядом с нами еще один дом и здесь еще ночь вчера стояла еще один большой большой такой прям автодом настоящий берегицы по моему что ли здесь на самом деле с парковками все сложно начинают винике стоят везде вот такие вот знаки хочу вам показать вот типа видите авто дома нельзя палатки нельзя если чё вот по этому номеру звоните и сообщайте что такая вот история есть мы за знак не заезжали стали рядышком нас поэтому никто не прогнал здесь огромная береговая линия пляжик шикарный вот этот песок по которому видно ездят машины по следам самое что прикольно что песок не пыльный то есть вот я сегодня ходил утром вот так вот делал и ноги остаются чистой пыли вообще нет что редкость такая бухта есть даже скальные острова их куда туда уходят дороги то люди ездят на машинах здесь очень чистая вода удивительно чистая даже учитывая что здесь песчаное дно цвет воды не хуже чем вчера очень-очень сейчас поближе подойдем я вам покажу вон мирошка косячник меня до сих пор не отпускает ты мне компьютер новый купишь посмотрите смотрите какой цвет ну правда решили не купаться мы сейчас хотим доехать до церкви до святого николая потому что вчера уже ведь все поздно было нас ели в гробнице допустили церковь уже была закрыта а вот потом уже возможно и покупаемся песок это конечно очень хорошо но в машине всегда получается такая история его хрен выметишь потом по пути в церковь поэтому решил зайти в сервис и узнать сколько будет все-таки стоить и сколько будет по времени ремонт в итоге вот вчера в который заходил заряжают уже дороже уже 7 500 или 8 по 8 8 500 он горит и короче ждать целую неделю в итоге я пошел в другой меня отправили в другой потом 5 другой вот стою сейчас он закрыт но по крайней мере здесь хотя бы написано что действительно исключительно сервисный центр ремонтирует гоупрохи соньки и технику apple сейчас по ватсапу спешусь а то конечно неделю ждать это очень долго мы подъехали есть такая получается парковку что приходят привозят большие автобусы туристические предлагают сразу экскурсию послушать но мы как всегда без них и смотрите сразу надпись добро пожаловать на землю святого николая сейчас купим свечки наверное и пойдем так здесь молитвы и собственно здесь иконная лавка огромная как на входе сразу есть туалет и еще одна огромная в общем здесь от видите еще огромная церковная лавка причем на самом деле вот таких местах очень сильная вот прям сейчас так женщина раздражила меня прям подлетает давать экскурсию надо вам экскурсия обязательно надо ничего страшного с детьми возьмите возьмите потом нас в итоге с ней пошла она и свечи за 100 лир в итоге давайте иконки когда вы находите такое месте обязательно берите иконка стоит 30 баксов да вы еще подвеску возьмите я захожу грина сен ты чё говорю пойдем но как бы так точно не делается и вот мы сюда пришли вот в этой уже лавке уже по 5 долларов эти иконки представляете разница там 30 здесь 5 правильно мне нужно припарковаться было вход стоит 125 лир дают такие билеты детям вход бесплатный где-то писали по 30 лир уже по 125 здесь идет реконструкция да все по-русски даже вот пожалуйста есть указатели мне кажется что огромное количество русскоязычных сюда приезжает и посещает это место для нас это однозначно знаковая для меня например тем более но идет большая реконструкция так в общем здесь огромная огромная реконструкция как я понял что толком не походишь не мог чтобы можно было бы вообще зайти хотя бы свечи ну вот представляете вот в этой купели это прям оригинал детей здесь крестил сам николай что творится представляете вот это вот сидела сохранилась ну и собственно смотрите сам храм я даже не верится что мы оказались здесь невероятно представляете насколько это древняя история здесь проход закрыт здесь табличка что территория временная для посетителей недоступна на ремонте много что закрыто из-за реконструкции ага пойдемте вот в этот зал да это вот храм его а вот здесь находятся мощи мощи смотрите здесь есть оригинальная церковная мраморная плита с релефным изображением креста и якоря доказательство того что святой николай хранитель моряков и единственные картины которые как достопримечательно то есть они же все равно люди другой культуры но они это сохранили правда превратили в туристический такой ну вот развлекательный момент немножко навязывания в долларах в долларах ну ничего здесь тоже вся красота центральный красивый вход но к сожалению пока все закрыто реставрирует здесь вот бутик здесь тоже продают я прям подошел мне сразу говорит освещенные свечи освещенные иконки я говорю а где здесь свечи можно поставить она говорит здесь нигде нельзя я говорю а зачем вы их продаете она говорит ну собой заберете где-нибудь у себя поставите просто круто а мы зашли в сетевое кафе местное э-к-р-э-м-ко-ш-к-ка-ш-к-ка-ш-кан не знаю в рендоне вот много раз его видели на улицах но никогда не обедали вот пришли пообедать взяли 4 супа 2 вторых и вышло у нас все на 200 лир в руку говоря Да, Мирош? Очень такое чистенькое, новенькое. Видимо, недавно открылось в заведенице. В Турции на первом месте всегда будет какой-то бобовый суп, чечевичный. Чаще всего это красное, чечевище, но здесь, я так понимаю, оно зеленое. Вот смесь. И всегда приносят только лимона к чечевичному, любому даже куриному супу. Это добавляет такую классную кислую нотку. Нам прям очень нравится добавлять туда лимончик. А на второе нам принесли вот такое вот блюдо. Тоже давно хотела попробовать. Тут рис, мясо, лук, помидорки. А ребятам заказали рис с котлетками. Нам очень нравится, как в Турции готовят рис. Это как, знаете, как в Китае, когда жила, вот у них рис вкусный. Дома не вкусный, а вот у них вкусный. Вот радиоша возвращается. Ну, конечно же, мы не могли остаться без любимого десерта. Но мы приехали специально в КНС. Прям в КНС. А вот, кстати, как делают этот вот сыр укладывать. Пахнет чиром прям. И вот это будет прям преминать и лобчичку вот эту вот накладывать. Мне разрешили зайти и показать, как готовим кинетру. Настенько с ней. Вот, ребята, у вас эти тарелочки специальные. Мы их столько едим. Потом это все поливаются сиропом. А это вот, я так понимаю, сырка даешь. Сыр накладывают. Это вот, потом видишь, такая лобчичка специальная. Недрога ничего. Сырка даешься сиропом. Ага. 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 Я вижу масло. Пом-пом-пом. И на газ. Аааа. Так. Почти готово. вот это уже все наш бурлит смотри не дотронься на очень горячий артем и это фисташка мари не тронь горячий отарелка ну и вот вторая пошла опять сахарный сироп кусочек мороженки и и фисташку ну да ее конечно везде которые там плюс-минус по-разному но здесь там самое четкое то что подают прям с мороженкой и с фисташкой ну вот это нас очередь дошла принесли все приятного аппетита конечно красота вкуснота красота все посмотрели сходили в магазин еще купили ранчик минералочку и сейчас выдвигаемся на пляж потому что жара нереально мне кажется что на солнце сейчас градусов ну да 25 пока но на солнце мне кажется гораздо жарче мы приехали здесь классно что пляж галичный не песок вот такая галька мне гораздо больше нравится чем песок с песком вообще очень много мороки тем более с детьми особенно с мироном здесь есть переодевалки и супер что есть душ можно будет еще и помыться чистая была вставил парковка тоже пустая красота скалы чистейшее море пойдемте купаться ну парни уже тут как тут да вода чистит что будете купаться а чего нет нам мирона укладывает ладно нет я не буду разбегать а его на классная она цвета здесь потрясающего чистейшая чистейшая и какие виды так ну что на этом давай ой темка я думал ты в море запрыгнешь ну понятно в общем на этом прекрасном месте в прекрасной водичке буду завершать видеоролик ставьте лайки пишите комментарии поддерживаете его мне он дался не просто грустно грустно что так случается но это все таки дети но я все равно расстроился все друзья пока 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 не не